Ой, привет, братан! Сейчас у нас будет с тобой сложнейший из разговоров, так что возьми пиво, салфетки и садись, мы тут надолго с тобой. Рождаешься ты в этот мир, твои родители радуются этому чуду и не обделяют тебя любовью, оберегая тебя от внешнего мира. Возможно, ты, как многие из нас, вырос без отца, но тебе не кажется это проблемой. Ты живешь с мамой, может бабушкой и дедушкой, и вроде все отлично. Мама иногда в плохом настроении и пьет горькую непонятную водичку, и дедушка с бабушкой почему-то иногда ругаются. Ну все не так плохо, ведь в школе у тебя есть парочка друзей, человека два-три, ну а больше и не надо. Остальной класс с тобой не общается, но это просто потому, что они плохие, как тебе сказали дома. Ты открываешь для себя великолепный мир видеоигр и погружаешься в него с головой. Мама не хотела подключать тебе интернет, и кабель валялся без дела, но ты сам его каким-то чудом подключил случайно, и две недели пытался скачать Perfect World, чтобы поиграть с твоими друзьями, чтобы потом только узнать, что они играют на других серверах. Ну, не все так плохо. Ты отдаляешься от своих одноклассников, и тебя поглощает мир по ту сторону экрана. Зачем тебе общение с теми плохишами, они только тебе сделают больно в итоге. И так проходят годы. Ты находишь себе новых друзей, как-то заканчиваешь школу и сидишь дома, играя в видеоигры. Беззаботное детство подходит к концу, ты стаёшь абитуриентом, то есть ты ещё не студент, но уже и не школьник. И тут, парень, ты попадаешь в, наверное, самый важный период своей жизни. Куда же ты пойдёшь? Чем ты хочешь заниматься? Может, станешь бухгалтером, как твоя мать? Или пойдёшь в архитектурный, чтобы с Машей в одной группе учиться? Ну, а может быть, в этот программизм пойти? Говорят, там деньги большие делаются. Ну, все эти идеи гораздо более здравые, нежели твоё финальное решение. Просто пойти в шарагу, не учиться и получить диплом. Мама говорит, что знания не важны, на работе научат всему, а вот без диплома ты никуда не пойдёшь. Наверное, она права, у неё как-никак 40 лет жизненного опыта за спиной. В то время ты от своего друга узнаёшь, что ваш бывший одноклассник Антон, который ушёл после девятого класса, тем временем стал успешным программистом. Вы вдвоём листаете его фото в Инстаграм, и тебя не покидает чувство зависти, злости и недопонимания. Как же так, думаешь ты? Я же закончил 11 классов, я должен быть умнее, чем тот, кто курил за гаражами, рисовал граффити и ушёл со школы в девятом классе. Я даже отлично английский знаю, но и так бабушка дома гордилась, когда я по-английски говорил пару фраз. Ой, ты будешь у нас послом, бизнесменом мухатым, бабушку потом с собой заберёшь в Канаду. Только не в Америку, там всё плохо и это без бездомных полно. Вот тут и создаются первые трещины в иллюзии, которая была выстроена вокруг тебя, дорогой друг. Ты заканчиваешь университет, мама говорит, что через подружку Люду устроит тебя в бухгалтерию, кому-то на стол коньяк поставят, и начнётся твоя, собственно, взрослая жизнь. Конечно же, все подобные планы не реализуются. Ну, всё не так плохо, ты теперь бакалавр, у тебя есть бумага, которая говорит, что ты сертифицированный менеджер. Мир – это твоё тесто, и только в твоих руках сделать из этого теста прекрасный пирог, а не какую-то говнистую ватрушку. Ты идёшь на магистратуру, так как родители тебе сказали, что бакалаврата не хватит и нужна серьёзная, солидная корочка. Ты им веришь, как-никак, сто лет жизненного опыта у них на двоих. Ты месяца два ещё проводишь перед компьютером, ты отдыхаешь и иногда делаешь задания по магистратуре. И ты затем начинаешь листать сайты по поиску работы. Там такое невероятное количество самых разных вакансий. От маркетолога до швии, от уборщицы до главного инженера цеха. От оператора чата в брачном агентстве до менеджера по продажам. И, к сожалению, ты больше всего подходишь только под последние две вакансии. Хм, не может такого быть. Мне всё это время говорили, что я талантлив, умён и легко найду работу в будущем. У меня даже диплом есть. Сейчас я отправлю резюме и устроюсь. Говоришь себе ты. Потом тебе присылают тестовые задания. Но ты не понимаешь ни задачи, ни терминологии, ни того, что тебе, собственно, нужно сделать. Хм, может компания не моя просто. Пойду ещё отправлю вакансии. И так проходят недели. Проваленные тестовые задания за проваленным тестовым заданием. И твой круг поиска заканчивается на брачных агентствах и менеджерам по продажам. Вот тут ты и понимаешь, что несколько лет назад совершил огромную ошибку. И тут мы переходим от тебя ко мне. Как ты уже мог понять, это была история моей жизни. И сейчас я столкнулся с такими же поисками, как, возможно, и ты. Родители холили и лелеяли ребёнка, оберегая от него внешнего мира и обещали золотые горы в будущем, чтобы потом поднять меня, как раненого голубя, сказать «Лети!» и наблюдать, как я падаю вниз на своё ебало и не знаю, что мне делать во взрослой жизни. Брачные агентства предлагают тебе уникальную возможность зарабатывать большие деньги. Всё зависит от того, насколько ты вложишься и насколько ты коммуникабелен. Я был на таких собеседованиях, и вот в чём суть. Ты прикидываешься украинской девушкой. Общаешься в чате сайта знаком с мужчиной из другой страны. Чаще всего это Турция или другие страны Ближнего Востока. Часто такие компании маскируются под бюро переводчиков, не говоря ничего конкретного о том, что ты будешь именно делать на работе. Знай английский, будь амбициозным, общительным, бла-бла-бла. Продолжим. Тебе дают набор фотографий, которыми ты можешь делиться с мужчиной. Тебе говорят, что ты ни в коем случае не можешь общаться на эротические темы. И есть два варианта вакансий. В первый тебе в итоге придётся идти на встречи девушки и мужчины и идти с ними, куда бы они ни пошли. И тем временем переводить всё их общение. Не кажется ли Турку подозрительным то, что девушка, которая с ним всё это время общалась, не умеет говорить на английском? Хм. Мужчина потом, после всего, платит около 10 долларов за час, и вы с девушкой делите эти деньги пополам. Второй вариант вакансий, это когда о личных встречах и вовсе не может быть и речи. А просто тебе говорят, что мужчина платит за качественно проведённое время в общении с красивой девушкой. А если быть поконкретнее, то два взрослых мужика общаются на сайте знакомств, один из них платит, другой прикидывается девушкой. Вот к чему мужчин приводят проблемы с женщинами. А насчёт продажников, я даже не знаю, что хуже, продажники или переводчики в брачных агентствах. Менеджеры по продажам делятся на две группы. Первая более честная. Они попросту нагло втюхивают товары по телефону, что называется холодными звонками, в надежде на то, что человек на другом конце трубки приобретёт их новый электрогриль. Стоит заметить, что в таких конторах ты получаешь низкую ставку плюс 5-10% от твоих продаж. Вот тебе и высокий потенциал, вот тебе, блядь, и карьерный рост. Также есть и вторая группа продажников. А тут всё довольно просто. Это скамеры, которые обзванивают номера и говорят, уважаемый, такой-то, такой-то. Ваша карточка Сбербанка была заблокирована. Пожалуйста, перейдите на сайт, высланный вам в сообщении, введите информацию и восстановите свою карточку. Спасибо вам за внимание. Конечно же, человек обеспокоен такой новостью. Он заходит на сайт, вводит информацию о своей карточке и теряет все свои деньги в один момент. Его развели, и теперь никто ничего не докажет. Сам дурак, сам виноват. Вот такой, дружок, рынок труда сейчас. Вот такие у тебя возможности на носу. Поэтому, если ты ещё молод, а я уже стар, то берись, учись и выйди. Пожалуйста, выйди из универа хоть с каким-то полезным навыком. Я тебя умоляю. А может быть и вовсе не иди в универ, а просто иди на работу и набивай шишки. Получай знания. Можно сходи на какие-то курсы. Набивай попросту рабочий стаж. Я пока буду сидеть здесь и постараюсь себя убедить, что все эти странные буковки и символы, это интересно, и они мне принесут много денег. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!